Я вот на днях вернулся с группой французского телевидения, с канала Арте. Это, в общем, такой вариант французской культуры. Из Перми, где мы попытались объехать все зоны и даже кладбище. Ну и главное, конечно, чего мы начали, была 36-я зона, где, вот я не знаю, были ли вы когда-нибудь, я, к сожалению, не был. Нет, я был уже один раз в 90-каком-то году, когда мы туда собирались, ездили все в большой компании питерским мемориалом. Ну да. Ну а меня, в общем, никто никогда туда не приглашал, я никогда там не был, искренне полагал, что вся эта реклама о том, что вот мемориалом там создан музей, все это правда и замечательно, и слава богу. Они меня попросили это прокомментировать, как человек, который хоть немножко, но там поселил. Хотя в семьях зонах я не был, а вот был только в больничке в 35-й и в 37-й в Шазове ПКТ, как вы знаете. Ну, честно говоря, то, что я там увидел, возмутило меня до последней степени. Потому что на самом деле они мне показали домик, который они назвали Шазове ПКТ, который с их точки зрения сохранился в неприкосновенности и вот и является, значит, штрафным изолятором и помещением камерного типа 36-й вон. Ну, то, что там нет права никакого маломальски закрытого входа на территорию ПКТ, то, что там нет изолированного, огороженного дворика для прогулок. И поведен у тех, кто в ПКТ упускают на прогулку, гуляют как хотят и где хотят. Это уж бог бы с ним. А то, что в само помещение вела такая тоненькая фанерная дверь, выкопшенная, правда, в зеленый цвет, это бы тоже бог с ним. А, ну, во-первых, там ни на одной двери не было вообще кормушки. Это уже что-то другое, это не ПКТ. А, во-вторых, эти двери были одинарные и только деревянные. Там были, правда, глазки, но без стекла и не закрывающиеся никакой металлической штопкой сзади. То есть через эти глазки те, кто сидел в камерах, могут наблюдать за теми, кто их охраняет. Но не наоборот. Вопрос очень интересный. Да. Кроме того, там были стекла вот такой вот величины, которые спокойно можно было вынимать и резать охрану, соседей и вообще кого угодно. Вены, все что угодно. Да. Лампочки там торчали вот так вот сверху из потолка. Что там еще было? Нары не поднимались. То есть на самом деле, как мне объяснили, там перед этим музеем 36-й зоны лет 10 был психоневрологический диспансер. И всем довольно многочисленным туристам, приезжавшим на автобусах, в том числе при нас, они показывали психоневрологический диспансер вместо ШАЗО и ПКТ. Да, простите, я вас перебью. Вот когда мы там были в 90-х годах, там уже была эта психиатрическая лечебница. Значит, либо какой-то вид такой психиатрической лечебницы совершенно непонятного режима, потому что больные, которые там были, могли спокойно выходить за ворот. Ну, это был диспансер. Это был диспансер. Соответственно, все было приведено в некоторое подобие такой больницы. И даже в 90-м каком-то году уже внешне ШАЗО и ПКТ как бы никоим образом не напоминало то здание и, скажем так, тот объект, который нормально вообще существовал в зале. Ну, вот, тем не менее, и до сих пор это все показывается теперь уже как ШАЗО и ПКТ. Там есть председатель правления Лев Тимофеев, Рогинский, значит, приезжает к качеству руководителя мемориала. Этим несчастным людям, вполне приличным, из Перми, которые мне очень понравились. Никто из них не объяснил, наверное, они никогда не видели ШАЗО и ПКТ изнутри, что на самом деле все это выглядит несколько иначе. Что на самом деле все, что они показывают, это, в общем, чистейшая липа и никакого отношения к 36-му лагерю не имеет. И вообще ни к какому из лагерей. Достаточно сказать, что там вообще нет помещения для охраны. Там ты входишь и сразу, вот, камеры с этими нарами. Охранники, непонятно, когда я начал все-таки выяснять, ну, а где они у вас помещаются? Они на полу сидят. А вот там вот в глубине, там вот есть комната для охраны. Ну, в общем, они совершенно поразили мое воображение. А если учесть, что после этого нам удалось снять, в общем, вполне натуральную сцену. Я не знаю, как и меня возили в воронке, поэтому, может быть, вы и не знаете, но прямо против 37-й зоны, которая еще действующая и десятки, там на пушке леса есть лагерное кладбище. Нет, я не видел. Ну, конечно, я тоже видел его первый раз. Ну, такой вот небольшой кусочек опушки, где из-под снега так слегка торчит один крестик, один какой-то маленький памятник. Очевидно, остальных закопали просто без всяких опознавательных знаков. Но это Бог бы с ним. Дело в том, что не очень понятно. Часть это кладбище, или просто так вот это кладбище естественным образом переходит в лагерную свалку еще к тому же. И это горы мусора, разлитые вот так вот лужами и озерами помои. И прямо при нас из 10-й зоны вывихала телега с каким-то зэком-вощиком, который так вот на это кладбище и вылил помои и выкинул со своей телеги очередную гуру мусора. И вот поскольку пребывание во всех этих местах для нас с вами так не закончилось, но для довольно многих наших знакомых окончилось именно так. Такой музей как бы вот не вызвал у меня доброжелательного отношения. Ну я думаю, что это как бы не музей, я думаю, что это какие-то такие сахарные городки построенные. 36-я зона на меня не произвела впечатление зоны еще и в тот приз в начале 90-х годов. Я еще раз говорю, что это совершенно было не похоже на зону. Это было нечто, но это была не зона. Рядом была особая зона, как вы помните, которая в то время была разрушена абсолютно. То есть там вынесли все, что местные жители, судя по всему, вынесли все, что там можно было вынести, все, что снималось. Двери, ручки, там осталось только устав этого лагеря. В 35-й зоне тоже был действующий лагерь. Он и сейчас действующий. Действующий. Да, я даже попытался поговорить с начальником надежды, что они разрешат нам хотя бы дела съемки на его фоне. Но даже на расстоянии полукилометра это по-прежнему строго охраняемый объект особого режима. Ну, понятное дело, это все объекты какого-то режима. 36-я зона США в это время была не похожа на зону, я повторяю еще раз. То есть, если то, о чем вы говорите, показывают в качестве музея, то это, ну, по меньшей мере, нечестно по отношению, во-первых, и к тем, кто приезжает туда, и более нечестно по отношению к тем, кто там был. Не может быть таким карцер, не может быть таким ПКТ. Это все было совершенно по-другому. В противном случае, Толя Корягин, как вы помните, никогда бы не говорил о том, что удворение в карцер и в ПКТ – это пыка голодом, холодом и бессонницей. Ну, если все-таки это показывается в качестве музея и в качестве того, что реально существовало, значит, те люди, которые имеют к этому отношение, которые этим занимаются, ну, судя по всему, либо не хотят этим заниматься, либо просто забыли, как это все было. Либо есть какое-то третье соображение по этому поводу, о котором мне говорить бы не хотелось бы. Все поющие им все равно. Ну, все равно это тоже, в общем, одно из соображений. Да. Я полагаю, что и в то время, когда я там был, насколько я помню, всем этим собирался заниматься, по-моему, исторический факультет Пермского университета. Люди, которые собирались этим заниматься, произвели и на меня тоже достаточно неплохое впечатление, хотя бы тем, что они все добросовестно слушали, как все было, как все происходило. Я думаю, что для того, чтобы привести все в порядок, нужно будет достаточно подробно, чисто технически, все людям описать. Дверь для всех понятия вполне одинаковая, насколько я понимаю, кроме нас, потому что двери бывают разные. И то, что называется как бы дверным пространством, оно как бы тоже разное. И в карцере, в ПКТ, оно было как бы совершенно отличное от общего понимания. Я думаю, что надо просто, в общем, как бы этим заниматься, нужно просто объяснять, как это все было и как все это выглядело. Если мы хотим, чтобы музей как-то существовал. Нет, ну, я попытался рассказать. Мне действительно очень понравились сотрудники и в Перми, и в самом музее. Они вполне симпатичные люди, просто никто из них не имеет отношения к тюремной жизни. Никто не представляет сам этого изнутри. Они слишком доверяли, по-видимому, сотрудника, там, членам московского мемориала, и делали это зря. Которые им не описали того, что должно быть на самом деле. Хотя, конечно, если бы просто кто-нибудь из, там, есть пара молодых людей, он просто поставил бутылку водки любому лейтенанту, то есть в соседние зоны, он бы ему все объяснил, как должен был глядеть шазовый ПКТ. Ну, не пришло, так было. Я думаю, что за две он даже бы разрешил посидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому